Драматические кадры Военная администрация Хмельницкой области подтвердила в Телеграме, что критическая инфраструктура была поражена в результате атаки в пятницу вечером. По городу запустили 21 беспилотник. К сожалению, не все беспилотники удалось сбить. 17 из 21 беспилотника. То есть они уничтожили 17 из них? Верно. Было 4 попадания в Хмельницкой области, то есть, похоже, их было 17, и 4 попали в цель. Ты слышал об этом, да, Курт? Этот большой... Итак, вот кадры. Хотите взглянуть? Вот они. Вот запись. Чёрт! Большой взрыв. Большой взрыв. Что это? Ну, это склад оружия. На Украине. Место хранения, и его взорвали. Это российский или их собственный? Россия взорвала их склад, так что в основном американский. То есть мы заплатили за это? Именно. Это вот горят наши деньги. Большое спасибо, Россия. Это просто вау. Вот вам и здравоохранение. Это... Именно это горит наше здравоохранение. Мэр региона написал, что образовательные учреждения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные здания и частные дома пострадали. Он также подтвердил, что были жертвы среди гражданского населения. Местные СМИ сообщили, что по меньшей мере 21 мирный житель был ранен. Министерство обороны России заявило, что в результате атаки были уничтожены склад боеприпасов и ангар на некой авиабазе в Хмельницком. Русские превратили в дым огромное количество американских и европейских налоговых денег на Украине. Да, согласно информации, стоимость боеприпасов, уничтоженных на этом складе, составляет около 500 миллионов долларов. Нам придется прислать им еще, да? Надеюсь, надо бы возместить им ущерб. Но люди обеспокоены, что снаряды с обедненным ураном... Те, на которые, я помню, люди жаловались, а потом они развенчали это и сказали, что они не приводят, а потом выясняется, что нет, все там, да, да. Да, да. Итак, огромный грибовидный взрыв в Хмельницком вновь разжигает споры об обедненном уране. Вирусное видео с огромным взрывом... Итак, есть непроверенное утверждение о том, что там был обедненный уран. И что уровень радиации повысился после удара. Но при небольшом количестве официальных комментариев из Москвы и Ликиева по поводу российских ударов по целям по всей Западной Украине, поразительные кадры мощного взрыва, зафиксированные у Хмельницкого, подлили масло в огонь спекуляции в социальных сетях и воскресили нарратив о так называемых снарядах с обедненным ураном. В смысле, так называемых? Ньюс Уик. Их так и называют. Их так и называют. Наблюдатели за дезинформацией Ньюс Уик оценивают правдивые заявления и спекуляции вокруг этой темы в попытке выяснить, что произошло на самом деле. Окей, и... Очевидная мощь взрыва, включая зловещего вида грибовидное облако дыма, после него также подкрепила их непроверенные заявления. Окей. Если склад вооружений НАТО, взорванной Россией, содержал боеприпасы с обедненным ураном, поставляемые Великобританией, то эти районы Украины могут стать рассадником рака легких и врожденных дефектов, поскольку пыль от взорвавшихся боеприпасов... Боеприпасы с обедненным ураном могут загрязнять большие площади Земли на десятилетия, написал Ким Датком, известный комментатор-антиглобалист. В некоторых публикациях упоминались графики, взятые из Сейф-Экобот, Украинская служба мониторинга уровней радиации по стране, а также графики, приписываемые Европейской комиссией. Гамма-излучение в Хмельницком, Западной Украине, после взрыва склада боеприпасов, где, как сообщается... сообщается, были снаряды с обедненным ураном. И вот график. Говорят, были высокие всплески излучения гамма-лучей. Ну, мы не узнаем наверняка, пока 23-летний нацгвардеец не запостит документы в дизайн. Именно. Они говорят, что там повышенная радиация, и у них нечто, что вроде как подтверждает это. Но согласно расследованию Geoconfirm, таком-то в Твиттер, который геолоцирует визуальный контент российско-украинского конфликта, мало что подтверждает предположение, что был нанесен удар по объекту, где хранились снаряды с обедненным ураном. Так вот, я не знаю, кто эти люди, поэтому я не могу... Возможно, они на зарплате у чертового правительства США, как этот... Биллингхэт. Я не знаю, кто они такие, так что не шибко верю их славу. А какое... Окей, какими видами оружия, их испарениями безопасно душит? Да каким оружием? Исследователь ссылается на довоенные сообщения в СМИ в открытых источниках, предполагая, что этот склад был еще с советских боеприпасов, на котором, согласно отчетам, их могло храниться до 30 тысяч тонн. Я не... Это лучше? Я... Во-первых, я им не верю. Хотя Ньюс Вик не смог исключить возможность того, что снаряды с обедненным ураном, поставленные в Великобритании, храни... Ведь мы все знаем, что Британия передала им снаряды с обедненным ураном. Не могу поверить, что они не отрицают это. Но при этом... Но мы не можем сказать, взорвали их или нет. Что? Весь смысл давать им снаряды, чтобы те могли их взорвать. Просто использовать снаряды... Верно. Ничуть не лучше этого. О чем и речь? Что? Обедненный уран — это побочный продукт, да какая разница. Им, наверное, повезло, что они были в этом месте, а не по всей стране, потому что это яд. Это правда, что снаряды с обедненным ураном радиоактивны, и, следовательно, считаются спорным... Мы знаем! Это лапша нож! Чего вдруг они спорны? Так что это все лажа. Я бы не стал придавать никакого значения их словам. Однако, как сообщал Ньюс Уик, нет окончательных выводов о воздействии обедненного урана на окружающую среду или о том, какое воздействие он может оказать на организм человека. Наверняка эффект потрясающий. Что? Превратишься в Халк, им это в итоге поможет. Наверняка повышает интеллект и качество сна. Их радиоактивность — это отвлекающий аргумент. Почему? Почему это отвлекающий аргумент? Хотите сказать, бомбы с обедненным ураном не вызывают врожденных дефектов? Нет. Настоящая опасность, по-видимому, заключается в токсичности этого тяжелого металла. Час от часа не летит. То есть это... Это не второй Чернобыль, а лишь новый из Палестин. Радиоактивный... Смотрите, опять же, не радиоактивный всплеск в отчетах также опровергается фактической хронологией события, также вводящим в заблуждение трактованием. Они пытаются сказать, что этого не было, пытаются убедить, что обедненный уран там не взлетал на воздух, но готов поспорить, что если они так усердно трудятся, чтобы придумать историю о том, почему этого не случилось, значит случилось. Они ведь спорят аргументируя тем, что нет-нет, это не уран, просто отравление тяжелым металлом. Да, ничего страшного. Представь нацисты такие, мы не устраивали холокост, мы просто делали их рабами. Да, так что Великая война... Пусть продолжается. Вы что, хотите, чтобы они победили? Хочу, чтобы Украина победила, поэтому надо ее продолжать. Знаешь, мирное соглашение это проблематично. Им надо отстаивать право на свою землю, которая теперь наверняка загрязнена ураном. Да. Редактор субтитров А.Семкин